Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Виталий Балла, политический консультант, директор агентства моделирования ситуаций. Виталий, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сразу перейдем к блице интервью, вопросы наших зрителей, на которые отвечаем очень коротко. И первый вопрос от наших зрителей. Россияне уже поняли, зачем было начинать эту войну? Думаю, что нет. Последний опрос показал, что более 70%, если не ошибаюсь, 73%, я думаю, на самом деле, наверное, больше, они поддерживают войну в Украине. Хорошо, если они поддерживают войну в Украине, за убитых сыновей и мужей, россияне после войны, после нашей победы, будут проклинать Путина или Украину? Условно говоря, если Путин будет при власти, думаю, скорее всего, больше будут проклинать Украину. Вот если Путина не будет, не будет, и на него повесят, скажем так, ответственность те, кто придут после него к власти, да, тогда, скорее всего, будет, опять же, пропаганда включена, и все, как бы, да, сойдется на Путина. Россия предрекают распад. Сколько вы дадите процентов такому сценарию? Ну, я отношусь к тем людям, которые хотели бы, чтобы это случилось, но для этого нужно, ну, реально предпринимать какие-то действия. Очень надеюсь, что эти действия предпринимаются, имя в виду наших западных партнеров. Ну, а в процентном соотношении сейчас? Меньше 50 на сегодняшний день. Хочу, чтобы вы для начала посмотрели со мной одно видео, на котором россияне жалуются, что его и товарищей, по этому несчастью, по поводу мобилизации, без подготовки перебрасывают сразу под Херсон. Всем привет! На связи 1-й танковый полк. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что делать с этим в дальнейшем. Для того, чтобы воевать, должна быть мотивация, да? То есть должен быть такой внутренний стержень. И этого стержня, я думаю, подавляющее большинство мобилизованных нет на самом деле. Тогда вопрос, вытекающий из вашего ответа. Мобилизация проходит успешно или неуспешно? Катастрофически, провально? Как их характеризируете? Скажем так, для Украины это хорошо, как она проходит. Она проходит с точки зрения интересов России неуспешно. С моей точки зрения происходит процесс, причем довольно-таки медленный этот процесс. Я его называю процессом дедебилизации. Потому что на протяжении всего времени пребывания Путина при власти, особенно последние десятилетия, фактически с моей точки зрения, пропаганда российская занималась дебилизацией населения России. Потому что, по большому счету, когда им даже приводишь какие-то аргументы, это бессмысленно. То есть люди абсолютно не воспринимают. Тут по телевизору сказали, все, значит, так на самом деле оно и есть. Поэтому я думаю, что на самом деле вот эта мобилизация, которая коснулась конкретных людей, она как раз непрозрением занимается именно вот этим. Они начинают себе задавать вопрос, а может быть все-таки на самом деле эти аргументы имеют по собой какое-то основание. Поэтому с точки зрения прозрения, я думаю, оно наступит только после поражения. Вот я смотрю интернет, эти фотографии, видео, там, где матери сажают своих детей в автобусы для мобилизации, своих мужей отправляют, жены в автобусы, и идут дальше смотреть телевизор. Почему все так они глотают? Почему они верят в чужие слова? Ну, с точки зрения, скажем, поддержки, особенно в начале войны, поддержки со стороны российских граждан войны в Украине, более того, я бы так сказал, даже уничтожение Украины как государство, поддерживали геноцид против украинского народа. И я думаю, что на самом деле усредненного пока нет. Что должно случиться, чтобы вот мобилизированные эти ребята, они повернули оружие против власти, а не шли умирать на войну в Украину? Я думаю, что начиная, условно говоря, возможно, с генерал-майора или полковника, чтобы они были организаторами вот таких действий. Если этого не будет, то есть если старший офицерский состав, мы имеем в виду в районе, мы говорим, майор, полковник, возможно, генерал-майор, которые там командуют там полками, дивизиями, да, которые бы возглавили, да, вот я пока не вижу никаких аргументов и фактов, чтобы это произошло, что, условно говоря, не зэ, да, вот сами организовались. Ну, опять же, есть как бы разные слухи о разногласиях с генералитетом, да, и Путиным. Ну, посмотрим, опять же, как это будет развиваться с точки зрения, как бы, ну, интереса Украины, ну, я-то более, как бы, вероятно, именно дворцовый переворот, он может, да, вот сместить Путина от власти и, как бы, обвиняя его в всем том, о чем мы с вами говорили, что он, как бы, трус, он подлец, зачем он это все развязал, то есть надо будет на кого-то повесить вот все-все-все вот эти, как бы, да, вот ответственности. Есть уже слухи, что, на самом деле, уже, как бы, его и нету, вот, и поэтому, когда, если это соответствует действительности, все разговоры о том, что мы будем реагировать, изучая, там, психотип Путина, они, как бы, уже не актуальны, то есть это уже какой-то коллективный орган принимает какие-то решения, не зря уже появляются очень часто, в последнее время, я не знаю, заметили ли вы, сообщения о том, что сын Патруша, он может быть преемник, да, вот Путина, и, опять же, разные слухи, ну, слухи, я же не хожу, как бы, да, по улице, слухи собираю, то есть эти слухи, ну, которым, в принципе, надо внимательно относиться, говорят, что в феврале там будет, как бы, объявлено о том, что, как бы, вот, есть преемник, то есть, как бы, уже нету, и, то есть, идет затягивание времени, то, чтобы все четко подготовить. Насколько это соответствует действительное, мы посмотрим, но, если это соответствует действительно, если я даже писал у себя и говорил, что, ну, в таком случае, все эти, да, даже с точки зрения формальности, хотя это так, фарс, даже с точки зрения формальности, все эти подписи, которые стоят под указами признания независимости этих четырех областей, под договорами, потом принятие, когда думал там, подписывал, они все не имеют вообще юридически никакой силы, Если это сделал двойник. Даже с этой точки зрения, это еще более, это уже не фарс, это цирк. Где настоящий Путин? Дома под капельницами, в бункере прячется. С ним что-то уже случилось, его уже просто нет. Опять же, возможно, уже и случилось. Но я не верю, что Путин, который на протяжении практически последних двух лет так жестко себя берег, соблюдал все меры предосторожности, и тут ни с того ни сего выскочил, начал там, опять же, понимать. То есть, поведение того человека, который на последнем видео здоровался с непонятными людьми, непонятными для всей мировой общественности, никак не сопоставимо с поведением того человека, который сидел на расстоянии 5-6 метров от президента Франции. Да, и своего министра обороны Шойгу, начальника генератора Штаба Герасимова. Я говорю, что своего министра можно нагнуть, а это президент Франции все-таки. Да, и не только. Мы помним, как он стоял на расстоянии, куда даже к нему приезжали на совместные пресс-конференции, там было 2-3 метра. И складывалось впечатление, что, скажем, когда с Лукашенком встречался, то встречался другой человек, потому что они там близко ходили. Поэтому, ну, опять же, есть и заявление нашего главного военного разведчика Буданова, когда он дал интервью, он говорил, что, насколько ему известно, речь идет о трех двойниках, возможно, их и больше, но это уже я говорю так. Поэтому тут, ну, скажем, и НКВД, и КГБ в свое время, они действительно, да, вот такой вариант защиты лидеров Советского Союза, он предусматривал наличие двойников. Хорошо, мне интересна доля, как это по-русски, участь настоящего, да, судьба настоящего Путина. Давайте в процентном соотношении. Он еще жив где-нибудь под капельницами, и он уже не жив, он уже не празднует, не отпраздновал 70-летие. Я бы здесь, не имея достоверной информации, я бы здесь, ну, сказал 50-50, 50 на 50. 50, что он под капельницей, 50, что его уже нет. В любом случае, как мне представляется, он недееспособен, иначе вот не было бы этого, скажем так, вот церковь, который происходил во время подписания так называемого договора о просоединении. Есть два человека, которые, но это уже все точно знают, которые ближе всего к Путину, это Патрушев, да, там, и Ковальчук, это бизнесмен. Вот я думаю, что они будут, в принципе, да, решать, когда это объявить. Возможно, и ближайшее окружение другое, оно даже не знает, что есть какие-то проблемы, возможно, и знает. Но то, что там сейчас идут очень серьезные, скажем так, подковерные, ну, переговоры, возможно, борьба даже, возможно, даже и война. Не зря вот, вот все удивляются, почему-то ни с того ни с сего, там, пригоженцам себе позволил, да, это его так, повар, как его называют, это, да, вот, финансовый, я не знаю, там, владелец, ЧВК Вагнер, да, он себе публично уже начинает, как бы, да, критиковать, Кадера уже начинает, вроде бы, как бы Путина, да, то есть какие-то вещи. Я думаю, что если бы Путин был реально, о чем мы с вами говорили, дееспособен, наверное, они бы себе этого не позволяли. Они бы уже висели где-нибудь на своих воротах, да? Это еще один, как бы, да, из пунктов, да, аргументов, что, возможно, то, о чем мы с вами говорим, но имеет под собой основание. Хорошо, предположим, все так случается. Кто выгоднее Украине в власти России, Патрушев или Ковальчук? Давайте это разберем. Нам, на самом деле, нам никто не выгоден. Нам, по большому счету, опять же, мы говорили с вами в начале нашего разговора о том, что подавляющее большинство, они ненавидят и Украину, и украинский народ, они хотят, чтобы нас убивали. Украину, как государство, не существовало. Поэтому не надо питать иллюзии, что если там будет другая фамилия, как бы, политика изменится. Вопрос в другом. Будут ли те, кто придут в власти после Путина, иметь переговоры, в первую очередь, с Соединенными Штатами Америки в контексте гарантии, там, снятия определенных санкций, потому что наворовали кучу денег, миллиарды, да, там, у них там недвижимость, самолеты, яхты, они этим не могут пользоваться, зачем тогда эти, в принципе, деньги? То есть тут уже вопрос такой личный. И какая будет цена вот этих гарантий? То есть вот этот вопрос единственный, что может нас интересовать в контексте, там, да, вот освобождения и возврата украинских территорий. В любом случае, с моей точки зрения, Россия всегда будет представлять угрозу для существования государства Украины до тех пор, пока мы сами не будем в состоянии, ну, превентивно, да, нанести удар. Который, я имею в виду, удар военный, который, как бы, ну, будет понятен для будущих руководителей России, для того, чтобы они, как бы, не питали иллюзии в отношении реванша, да, и каких-то, опять же, попыток уничтожить Украину как государство. К сожалению, эти соседи у нас будут, как бы, навсегда. Поэтому, когда мы с вами говорили о распаде России, распад России – это самый лучший вариант для будущего Украины. Давайте все-таки вернемся к Патрушеву и Ковальчуку. Я хочу от вас услышать пару таких направлений, над которыми можно подумать. И вот направление первое. Если не выгоден ни Патрушев, ни Ковальчук Украине, то какая персона более, скажем так, выгодна или подходящая для переговоров с Соединенными Штатами Америки? Ну, та персона, которая сейчас, скорее всего, ведет какие-то, скажем так, секретные переговоры. Я не верю, что этих переговоров нет. Я думаю, что есть, на самом деле, определенные контакты. Патрушев и Ковальчук, опять же, по той информации, как публично, не публично, они, в принципе, были, ну, инициаторами. Они очень поддерживали войну против Украины. Поэтому говорить о том, что они будут нам выгодны, невыгодны, тут, как бы, нету, как бы, никаких для этого оснований. Как нужно вести переговоры так, чтобы Украина оказалась в максимально выгодной позиции? Ну, переговоры – это, на самом деле, результат войны. То есть, с моей точки зрения, когда кто-то говорит о переговорах в начале войны, речь идет о капитуляции. И, с моей точки зрения, переговоры возможны только в том случае, если будет поэтапность определена в контексте освобождения всех территорий Украины. То есть, условно говоря, первый этап, да, выходим там на 23 февраля 2022 года, то есть начинается, второй там этап – это с Донбасса уходят, и третий этап – это освобождение Крыма. Вы сейчас говорите о том, что враг сам не уйдет, и переговоров не будет с этого момента, пока Украина в ИСУ не отодвинут врага за границы 1991 года. Или все-таки переговоры… На сегодняшний момент – да. То есть, вот прям мы должны зайти в Крым, вот прям мы должны освободить Донецк, Донбасс, Луганск, Запорожье, Херсон. На сегодняшний момент только так. Почему тогда они, смотри, а почему они бодаются, если Путина нет? Почему они бодаются до сих пор? Зачем эта мобилизация? Я думаю, что не просто как бы там, ну, ни одна из групп влияния, она как бы, да, не взяла власть. Или не договорились о разделении власти, это один момент. Вот невоенным путем мы можем освободить эту территорию только в том случае, если смена власти приведет к тому, что новая власть, она на это пойдет. То есть, там есть разные варианты, там даже вот, ну, условно говоря, Донбасс-то отдадут, а вот про Крым там есть, ну, опять же, слухи под эгидой ООН, опять привести как бы референдум, да, чтобы как бы сделать какую-то нейтральную зону. То есть, на самом деле, очень много разных вариантов как бы обговаривается, но не военным путем это возможно только после смены власти. Причем, опять же, даже если придет группа людей из окружения Путина, ну, она будет как бы прагматично смотреть как бы в будущее для того, чтобы, ну, на сегодняшний момент как бы сделать, выиграть паузу. На самом деле, России сейчас нужна пауза. Это надо четко понимать. Для нас это будет, ну, неправильно, если мы как бы на эту паузу пойдем и дадим России эту паузу. Потому что я, ну, убежден на более, на тысячу процентов, что они всегда будут хотеть взять реванш. То есть, до момента, кроме мирного переговора, там не только должно быть, с моей точки зрения, освобождение украинских территорий. Надо говорить о демилитаризации уже России, да, то есть, должны быть такие вещи, чтобы... Хорошо, со сменой власти России сможет Украина и там США добиться от России демилитаризации, уменьшение количества ядерного оружия? Это, на самом деле, сейчас выглядит как фантастика. Да, ну, в принципе, это возможно, но самый, с моей точки зрения, это мое субъективное мнение, да, самый лучший вариант, когда это можно было бы добиться, это когда вот Россия как федерация, да, вот она распадется. Потому что, на самом деле, вот опять же, тоже видел интересное такое видео в интернете, когда девушка как бы обращалась к россиянам и спрашивала, россияне, вы где? Нету ни одной российской какой-то республики, есть там чеченская, дагестанская, тувинская. Где Россия? Где россияне? То есть, кто вы, на самом деле? Речь идет о Российской Федерации. Когда мы говорим о распаде России, на самом деле, здесь надо уточнять, речь идет не о распаде России, а о Российской Федерации. Да, я понимаю, то есть... Нам нужна победа. Безусловно. Для нас лицо мира должна быть только победа. И тогда уже можно как бы, опять же, с моей точки зрения, но мы должны понимать, какой может быть мирный договор, если в нем не будет Крыма. Это нонсенс. Это все должны четко понимать. Я хочу, чтобы мы это понимали. Украина не может подписать мирный договор с Россией, если там не будет возвращения Крыма. То есть даже новая власть... Мы выводим это там за какие-то скобки, потом еще будем что-то делать. Нет, возможно, перемирие. Я всегда удивлялся и как бы пытался уточнить, что мы не можем говорить о мирном договоре, можем говорить о перемирии. До момента, пока не вернется Крым. Иначе мы легализируем формально аннексию Крыма. Это мы никак не можем делать. Даже новая власть, которая будет в Кремле в феврале, даже та, которая будет типа либеральная, она не готова отдавать Крым? Нет, думаю, что нет. Думаю, что нет. Пока на сегодняшний день. Все зависит от того, где будет вооруженные силы Украины на момент, когда они там придут к власти. Если мы будем на границе с Крымом, возможно, они тогда уже захотят. Ну да, тогда уже что делать? На самом деле, сейчас мы должны четко понимать, сейчас не переговорный процесс, не дипломатия работает. Работают в первую очередь вооруженные силы Украины. И во вторую очередь эти экономические санкции. При каких раскладах союзники могут посоветовать Украине, как вести себя на переговорах? Или до никаких вообще мы ничего не будем слушать, пока не получим факт границы 1991 года? Ну, раньше действительно были попытки. Это Германия, в основном Франция, из таких G7 делали такие заявления. То есть ситуация на самом деле очень кардинально сменилась с успехами вооруженных сил Украины. То есть чем более успешно развиваются события на фронте, успешные для Украины, тем более жестче выступают иностранные лидеры. Это стопроцентная взаимосвязь. То есть чем больше, смотрите, чем героичнее народ Украины, тем стальнее яйца у тех, кто в этой войне не участвует. Да-да, они раньше, они же не верили раньше, они же боялись Путина. Все же боялись Путина. А сейчас все. Украинцы. Уже вот в Праге была встреча лидеров Европы, они хотят новое сообщество создать. Это 6 октября, они начали съезжаться в Прагу, и там председатель Европарламента, она заявила, что Украине надо дать танки для того, чтобы успешнее развивать ее наступление. Да ты что, наконец-то. Да ты что, да? Да, они уже говорят о танках, о самолетах для того, чтобы Украина освобождала свою территорию. Поэтому на сегодняшний момент я не вижу из лидеров стран, начиная с G7, которые бы говорили о том, что надо садиться. Они всегда говорят, вот когда Украина и президент Зеленский будут считать нужным все из-за переговоров, тогда мы будем их поддерживать. Все, в этом плане Кремль в тупике. Что? В этом плане Кремль в тупике. Ну да, тем более после того, как президент Украины Зеленский публично заявил, что никаких переговоров с Путиным не будет. А каких переговоров? Я думаю, на самом деле, они это правильно сделали. У Владимира Зеленского очень хорошо получается коммуникация с внешним миром. Они называли на Западе это эмо-политикой, то есть политика направлена на эмоции. Есть вещи, которые, если они как бы реальны, политикой не очень, то в данном случае вот это заявление по поводу Путина, оно безусловно, это эмо-политика, но она была супер, с моей точки зрения, технологически правильной и удачной. То есть теперь как бы тяжело себе представить, что кто-то ему там или приедет сюда, в Киев, или будет по телефону, говорит, что Владимир Александрович, надо бы привести переговоры с Путиным. После этого заявления они уже не могут это сделать. То есть это, в принципе, технологически это было супер правильно сделано. И давайте последний вопрос. Вот я скажу от себя и, наверное, от всех украинцев. Украинцы это не агрессивный народ, нам не нужно чужого. Мы хотели бы просто увидеть у власти, наверное, в России политические силы, которые извинятся перед украинским народом за то, что роделали их предшественники, выплатят репарации, решат территориальные проблемы в пользу Украины. Как вы считаете, вообще когда-нибудь это возможно? Люди, которые проживают на территории России, еще раз хочу сказать, это Российская Федерация. Мы как-то их все называем русские, но они не русские, это россияне. Правильно их называл Ельцин. Это как в свое время называли при Союзе граждан Советского Союза советский народ, советский человек. Вот это не россияне. Это первое. Поэтому я не верю в это осознание ближайшие, не знаю, 10-20 лет. Точно не верю. Какие-то 2-3 поколения, не верю в это. По поводу репараций, по поводу репараций, это более, вероятно, тем более эти сотни миллиардов, которые как бы заморожены. Опять же, раньше, как бы, я помню, читал, Соединенные Штаты говорили, да, не позволяет закон, Минюз заявлял, мы не можем как бы забрать, чтобы отдать это Украине. Но после вот этих, скажем, трагедий в украинских городах, которые стали публичными, что оккупанты там вытворяли, они по-другому заговорили. То есть, вот это вариант, что вот эти сотни-сотни миллиардов долларов, да, они будут, как бы, да, вот отданы на восстановление Украины, и, возможно, будет принято какое-то решение, опять же, это в мирном договоре, должна быть, был пункт о репарациях, в контексте, да. Это можно сделать в порту Женефь. То есть, какой-то процент с продажи нефти, да, как бы, да, вот шел Украине. Ну, на 2019 год, вот, у меня есть данные, у них был доход с экспорта нефти, 123 миллиарда долларов, так, на минуточку. То есть, это такой вариант, возможно, что там ежегодно, да, какие-то репарации, чтобы были. Все остальное, ну, сомнительно. 120 миллиардов долларов, даже больше, и они ведут войны, ведут войны за что-то еще. Да, построите в своей стране туалеты, дороги, живите счастливо, катайтесь на BMW, Mercedes, Tesla. Боже, просто поражаюсь. А газа всего, газа, 23 миллиарда. То есть, вот то, что сейчас с нефтью происходит, они пытаются выскочить, что мы понимали, это будет как бы, ну, удар под дыхание. Очень помогать России, да, экономически, финансировать свою армию. Вот то, что там они напринимали, да, вот эти ОПЕК плюс. К счастью, Евросоюз принял 6 октября, там, восьмой пакет санкций, где есть ограничения на цену на нафть. Байден сказал, чтобы в этом месяце как бы выбрасывать 10 миллионов баррелей дополнительно с резерву. То есть, я думаю, надо это нивелировать. То есть, нам надо, чтобы цена была меньше 100 долларов за нефть, и тогда вот в России начнутся проблемы. То есть, те цифры я навел именно до ковида, да, 2019 года, 23 миллиарда, это сумасшедшие деньги, поэтому должны понимать, надо все сделать, чтобы она, ну, уменьшалась хотя бы вот этих 23 миллиарда, которые были тогда вот доходы за экспорт газа. Ну, будем на это надеяться. Давайте теперь перейдем к Блиц-интервью, ко второму, и первый вопрос. Напоминаю, что отвечаем коротко, двумя предложениями. Кремль еще верит в понятие затяжная война? Я думаю, что они хотят. Хотят чего? Они хотят, чтобы эта война была затяжной, поэтому им нужна сейчас пауза, какие-то там условные переговоры и дальше двигаться. Они не отказались от идеи, скажем так, захвата Украины. Даже после смены власти они все равно не откажутся от захвата Украины. А такой идеи. Но если большинство населения поддерживает войну против Украины, как любая власть придет к власти, она скажет, нет, мы не будем сейчас воевать, мы все отдаем Украине. Это нонсенс. Затяжная война, это как долго? Это зависит, с моей точки зрения, только от количества необходимого вооруженным силам Украины оружия. Чем больше будет оружия, тем война будет быстрее окончена. Победа и Украина. Это сейчас очевидно для всех. Еще месяц назад говорили, что Европа устала от войны. Обычные европейцы. Обычные россияне еще не устали от войны? Я не думаю, что Европа, это действительно. Я думаю, что это был как бы технологический, информационный проект Российской Федерации. Они пытались от очки своих депутатов, через журналистов и так далее. Разных условно политологов, экспертов. Действительно, они такую тему там запускали, она там обсуждалась. Европа не устала. Последние вопросы это показывают. Более 60% Европсоюза как бы дальше надо помогать Украине. Россияне, она пока их не коснулась. Она частично их там условно коснулась. Почему частично мобилизация? Она частично коснулась России по поводу войны. Пока они еще не понимают. Она их еще не настолько затронула, чтобы они как бы устали от войны. Когда россиян война затронет настолько, чтобы они устали от войны? Когда у них будут совсем пустые полки магазинов. Когда будут тысячи... Февраль, март, апрель, лето... По поводу полок я думаю, что это будет позже. В первую очередь это будет зависеть от количества тех, которые будут защищаться в гробах в Россию. Если это будет очень много, тогда это начнется. Это первый момент. И второй это действительно это холодильник. Пока холодильник не победит телевизор, это их не затронет. Возможно, опять же, этому поспособствует или будет катализатором. Если у нас будет возможность наносить удары по инфраструктуре в глубине Российской Федерации, чтобы они уже понимали, что война как бы и на их территории... Вот тогда начнется прозрение. Ядерные угрозы стоит воспринимать всерьез? Ее всегда надо воспринимать всерьез, потому что учитывая, скажем, нынешних руководителей Российской Федерации, от них можно ждать всего, что угодно. И вот вопрос, на который вы, наверное, уже ответили, но все-таки я его задам. Сколько осталось Путину в месяцы, годы, десятилетия? Я надеюсь, что вот эти слухи о том, что в феврале будут делать объявление, что его уже нет, что это действительно слухи правдивые. Поэтому я надеюсь на это. Хотя, опять же, это только первый шаг к тому, чтобы как бы начался процесс, ну, я бы сказал так, дедебилизации России, и Украина получила возможность все-таки невоенным, невоенным путем, потому что любой военный путь освобождения территории это жертвы со стороны Украины, наших, как бы, воинов и гражданского насилия. Вот это первый шаг к этому. Освобождение и потерь. Я думаю, что у россиян сейчас есть огромный шанс изменить свою страну, изменить свою страну к лучшему. Потому что, если Путина действительно нет, значит, рычаги власти сейчас находятся во многих руках. А когда рычаги власти находятся во многих руках, то одновременно все, их нельзя нажимать. Поэтому вот сейчас у россиян или в феврале, да, когда это все объявят, я думаю, есть очень большой, очень большая вероятность того, чтобы вернуть страну на путь к демократии. Да, еще не к демократии, но на путь к демократии. Иначе выход другой. Иначе выход это бунт, революция, все зальет кровью. Поэтому пусть россияне сами выбирают. Бунт, революция, если можно так сказать, и опять диктатура. Для того, чтобы держать такую страну как бы в единоначале, только диктатура. Поэтому россияне сейчас... Это невозможно. Да, поэтому россияне обращаемся сейчас к вам. У вас есть просто замечательный шанс изменить все. Изменить все для себя и для своих поколений. Большое спасибо, Виталий, за интервью. Очень все четко. Будем ждать февраля. Будем ждать и надеяться, что это правда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!